В апреле 2003 года Совет коллективной безопасности принял решение образовать военный орган в организации, огненный штаб. И с 1 января 2004 года огненный штаб у нас был сформирован и начал свое функционирование. Первые годы становления огненного штаба, конечно, были самыми сложными, самыми тяжелыми. В этом году необходимо было решить большой объем задач в области военного сотрудничества, в целом военного строительства в организации. Особенностью было и то, что объемный штаб у нас комплектовался из числа представителей всех государств, входящих в состав организации, из числа сотрудников и военнослужащих вооруженных сил государств, членов АДКБ. Для того, чтобы он работал слаженно, здесь тоже необходимо было время для того, чтобы все военнослужащие, которые направлялись для прохождения службы военный штаб и для решения задач, возложенных на него главами государства и министрами обороны, прошли определенную подготовку, было четко отработано взаимопонимание, взаимодействие, понимание всех задач. Особенностью являлось и то, что объемный штаб у нас в тот период, с момента его образования, 2003 года, он управлялся начальниками генеральных штабов государств, членов АДКБ, поочередно возглавлял этот объединенный штаб, тот начальник генерального штаба вооруженных сил, того государства, которое председательствовало в организации. Это тоже накладывало определенный отпечаток. Тем не менее, нам удалось и объединенному штабу, личному составу, совместно с секретариатом организации, с управлением проблем военной безопасности, которые имеются в штате, в структуре секретариата, решить очень важные вопросы, как организационные, так, в общем-то, и многие вопросы нормативно-правового обеспечения дальнейшей нашей деятельности. Были подготовлены и приняты на уровне Совета министров обороны, на уровне глав государств ряд основополагающих документов, которые были положены в основу формирования сил и средств системы коллективной безопасности, а также в основу подготовки этих, совместной подготовки этих сил и средств. Очень большое значение в деятельности объединенного штаба, в целом в деятельности всей организации, всех министерств обороны государств, членов ОДКБ, уделяется это подготовке наших коллективных сил, созданию дополнительных элементов с целью укрепления нашего боевого потенциала, боевого потенциала нашей организации. Достаточно сказать, что в течение 2013 года мы провели порядка шести совместных мероприятий, учений, операций, которые показали очень большую и хорошую подготовленность как органов управления силами и средствами коллективной безопасности, так и непосредственную подготовку всех категорий военнослужащих в составе подразделений и составляет основу коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Говоря о задачах, много у нас было решено. Я сейчас не могу перечислять вопросов, которые связаны с нашим непосредственно военным строительством, с военным сотрудничеством и вопросов и военно-технического сотрудничества, и непосредственно военного, но самое главное, мы сейчас сосредоточились, и обменный штаб, и мы все вместе сосредоточились на решении тех задач, которые поставили президенты и определили их в качестве первоочередных. Это создание устойчивой системы управления нашими силами и средствами, это дальнейшее повышение боевого потенциала всех сил и средств коллективной безопасности, а также формирование авиационных сил организации договора коллективной безопасности. Сейчас вот над этими первоочередными задачами мы работаем, и идут усиленно консультации, согласования с нашими коллегами, всеми государственными членами ОДКБ. Я думаю, что в ближайшее время мы уже представим подготовленные, согласованные документы для рассмотрения Советом министров обороны и Советом коллективной безопасности.